Конечно, да. То есть, ну, как, еще раз, как подписчик и зритель господина Соловья, я периодически читаю то, о чем он пишет, я могу сказать, что, ну да, очевидно, если верить той версии, то Путина достали из холодильника, реанимировали и отправили в гости пообщаться к Такаеву. А если серьезно, то понятно, что Такаеву, конечно, не стал встречаться и не было бы ему смысла уже встречаться с какой-то там мумией, с двойником, тройником и так далее. Кстати говоря, по поводу, знаете, если серьезно сказать, да, все пишут про двойников и обсуждают Владимира Путина. На самом деле, я бы сказал, что там не двойники, а тройники. Я объясню, почему. Вот, как человек, который прожил достаточно долгое время напротив деревни Усова, напротив той самой резиденции, которую СМИ называют Нового Огарева, я видел, как три вертолета зависали постоянно над Нового Огарева и по очереди садились и взлетали. Он, Путин, передвигается на трех вертолетах, не на двух, на трех. И действительно, они уже больше десяти лет играют в эту игру, когда в разные вертолеты садятся вот эти вот тройники или там двойники, которых двое Владимира Путина с тем, чтобы никто не знал, в каком именно из этих вертолетов находится диктатор. И они в эту историю играют уже больше десяти лет точно. И более того, у нас как раз не так давно один из тех людей, которые работали на ФСО, не сотрудник ФСО, а которые работали на ФСО, крупные компании обслуживали их контракты. Он как раз нам прислал интересные, любопытные документы по поводу этих мобильных аэродромов, которые там передвигаются вслед за Путиным, чтобы его вертолеты могли в любой точке приземлиться и взлететь. Там четко прописывается по этой документации, что там именно три вертолета, никто не знает, в каком из них Владимир Путин. Поэтому действительно, они используют различные методы конспирации, он действительно опасается и возможной ликвидации, и покушения. В этом плане он очень осторожный. То, что произошло с вбросом вот этой информации, конечно, это такой, на мой взгляд, гениальный ход с точки зрения пиара, потому что такой охват, который получил Валерий Соловей в СМИ, в медиа, в обсуждении, в телеграммах и в рейтингах в те дни, конечно же, он взял все рекорды. Я уверен, что огромное количество его слушателей и студентов, которые когда-то у него учились, они, в общем, все улыбнулись, и они увидели, что вот маэстро еще может, и нужно им многому учиться у своего учителя. А что касается, конечно, достоверности и недостоверности, к сожалению, буквально через несколько часов после того, когда Валерий Соловей об этом написал, я написал в ответ, что, увы, нет, наши источники это не подтвердили, наоборот, опровергли. И как минимум два источника сообщили, что это не так. Но позже, понятно, через несколько дней все это подтвердилось. Но нужно дать должное, что и Путин с Песковым здесь как будто бы подыграли Валерию Соловью и полтора-два дня не выходили в эфир, никаким образом не комментировали ни это, ни другие какие-то события. Путин в те полтора-два дня, когда разлеталась эта новость, расходилась, он набрал в рот воды. Возможно, это совпадение, возможно, они посчитали, что лучше посмотреть на реакцию аудитории и, возможно, вычислить в том числе каких-нибудь неблагонадежных. То есть я уверен, что как раз путинское окружение попало под пристальные контроли ФСО и ФСБ с точки зрения прослушивания, анализа их писем и переговоров, потому что они наблюдали, как будет реагировать окружение в случае, если это произойдет. Более того, скажу, немножко мистифицирует то, что сделал господин Соловей. Я считаю, что это стало очень хорошей помощью тем же самым Патрушевым, Бортниковым, Королевым, Алпатовым и прочим, потому что у них появилась возможность посмотреть, а что может происходить и как будет все это происходить, когда это на самом деле произойдет. Потому что очевидно, что и уход Путина не за горами, это не перспектива каких-то десятилетий. И очевидно, что так или иначе... А с чего это очевидно? Ну, из целого комплекса факторов речь идет... Я не хочу сейчас обсуждать физическое состояние Путина и какие-то проблемы со здоровьем, пока не будет конкретных медицинских документов, а таких просто никто никому не даст в жизни оформить в полном объеме медицинское заключение. Говорить об этом просто будет голословно. Скажем так, я не буду говорить, что у нас есть стопроцентная фактура, то я скажу информацию, которую нам источник передает. Источник передает, что у него действительно есть очень серьезные проблемы. И вопрос не только там с физическим здоровьем, вот как чувствуют его внутренние органы. Есть проблемы у него с последние несколько месяцев. Вот это все произошло как раз на фоне событий в июне. У него большие проблемы с психикой, с психологией, с его поведением. Он подолгу не выходит из спальни. Он может запереться, там по 30-40 минут провести в душевой, судя по тому, что нам передают наши источники. Он очень долго концентрируется и собирается. Он пытается бравировать и вести себя как Путин в версии 2019-2020 годов, но это совсем не так. И если мы с вами проанализируем то количество оговорок, ошибок, мямканья, которые он там допускает в последние несколько месяцев, такого никогда в жизни у Путина не было. То есть понятно, что там что-то у него внутри происходит. Сколько он еще в этом варианте с таким беспрецедентным общемировым давлением протянет, непонятно. Он, конечно, в этом плане старается держаться и бравировать, но он же не робот. И здесь, кстати говоря, я не хотел бы как правозащитник говорить не про историю с табакеркой, с условной, как образное выражение, не с каким-то там уходом его по биологическим каким-то обстоятельствам. Просто нужно принять за факт, что наступит тот день, когда его не станет. И вот, к сожалению, при том, что все его очень ждут, как показала история с публикацией профессора Славья, но при этом ни у кого нету какой-то внятной, серьезной дорожной карты. А что будет вот на следующий день после этого? Да, сыграет там Лебединое озеро, условно. Да, произойдут какие-то там новости, о которых будет писать весь мир. Но дальше какая дорожная карта? Есть она у российской оппозиции? Есть она у тех людей, которые в системе Путина? Есть ли она у тех партнеров или бывших партнеров России на международной арене? Есть ли она у врагов и оппонентов Путина, которые спят и видят его арестовать, отправить в ГАГу, либо каким-то образом дождаться его смерти? И вот здесь, к сожалению, боюсь, что будет такой гигантский, огромный тени-толкай, и ситуация, ну, начнется большая турбулентность. И на мой взгляд, здесь было бы правильно уже проговаривать вот эту самую дорожную карту с планом Б, в том числе разговаривать, вести диалог с теми людьми, которые внутри системы. Потому что, как бы мы ни хотели, все равно те люди, которые внутри системы, с ними важно будет разговаривать, договариваться и прорабатывать совместную дорожную карту. А на сегодняшний день у нас есть замечательная, прекрасная блогосфера очаровательных людей, там, в Ютубе, в Телеграм-каналах, которые за прекрасную Россию будущего. Есть те люди, которые внутри системы, которые встроены в пирамиду, и они свято верят, что фараон навсегда. И у него есть своя пирамида. Вот. И это два разных абсолютно мира. Я уже молчу про Запад, Европу, США и Украину с этой историей. На мой взгляд, здесь очень важно прорабатывать вот эту большую дорожную карту, и нужно готовить определенные предложения конкретные с теми людьми, которые сегодня находятся внутри системы у руля. Чтобы не произошло то, что после Путина придет пост Путин, который будет на самом деле вот его точной копией только помоложе и, возможно, более там подвержен контролю со стороны совбеза, патрушевых, бортников и так далее. Насколько я понимаю, по крайней мере, у меня такой информации нет, что есть какие-то рабочие договоренности, попытки переговоров. И, к сожалению, всерьез вот были попытки, если помните, там год назад и больше, когда целый ряд источников оттуда изнутри передавали какую-то информацию, которая, кстати говоря, в большинстве своем находила свое объективное подтверждение. Речь идет и про новости, которые мы публиковали, если помните, в прошлом году, октябрь-ноябрь, мы говорили со ссылкой на наши источники, что Евгений Пригожин вместе с Суровикиным, и еще они там пытались договориться с Кадыровым, прорабатывали историю с мятежом, с военным переворотом. И подтвердилось это в результате? Подтвердилось, за исключением того, что Кадыров от этой ситуации отпрыгнул и уцелел, чтобы выжить. Дальше были истории, например, вот самая очевидная история, просто прям наглядная, когда вечером, днем 3 мая нам наши источники сообщили о том, что после того, когда дроны атаковали Кремль, там была истеричная реакция у Путина, и он дал команду готовить удары баллистическими ракетами по Киеву. И тогда была одна из информаций о том, что есть риск применения ядерного оружия, но точно была информация об угрозе применения баллистических ракет. Мы тогда все это дело вечером 3 мая передали в Киев, в Украину, тем людям, с кем у нас были рабочие контакты из правоохранительной системы. Понятно, что эта информация была позже уже подтверждена, там в течение нескольких часов уже и агентурными данными со стороны европейских и американских спецслужб. Их агентура в России об этом сообщила. И дальше мы знаем, помним ту самую ночь, когда в ночь 4 мая была впервые сбита баллистическая ракета типа «Кинжал» и была сбита системой «Патриот». И я помню, как наш источник вместе со мной, мы были просто в диком шоке от реакции, когда там определенные пропагандисты придумали какой-то там фейк, в 2 часа ночи сбросили нам его на горячую линию, я, зачитывая эти сообщения, озвучил, что вот поступает информация уже на горячую линию такая-то и такая-то. И в ходе вот 30-40 сообщений было озвучено там одно или два от какого-то зет-пропагандиста. И на следующие 2 дня вся эта история была окарикатурена. И вместо того, чтобы люди могли сказать спасибо тому действительно источнику, который предупредил и помог Киеву и Украине защититься, в результате в публичной сфере все это высмеивалось на протяжении двух суток. И только 6 мая, когда господин Алищук озвучил, что действительно была сбита ракета «Кинжал», а 9 мая, по-моему, генерал в Пентагоне в ходе пресс-конференции это подтвердил, тогда все это нашло свое объективное подтверждение, что информация была достоверная. Но тем не менее, какая была реакция? И вот люди, которые внутри системы, и когда они видят, как те, кому они хотят помочь и отправляют какую-то информацию, как они реагируют, но в какой-то момент понятно, что определенные люди внутри системы поняли, что в принципе ничего толком не меняется. Какой-то большой силы, которая бы вокруг них начала, эта информация начала объединяться, какой-то большой силы не возникает. Все это каждый раз окарикатуривается, высмеивается. Понятно, что не без участия Москвы. Понятно, что Москва вбрасывает гигантское количество сил, нанимая пиар-агентство и пытаясь, знаете, как апельсин по долькам чистит, каждую дольку, которая работает против Путина, ее отщепить в сторону, чтобы отбросить и так далее. Понятно, что они сепарируют. Но внутри системы за этот год, за полтора, возникло четкое понимание, что при том, что они делали определенные попытки подружиться с правозащитниками, с оппозиционерами, помогать в том числе информационной Украине, какой-то большой волны навстречу не произошло. И поэтому люди, которые находятся внутри системы, они понимают, что да, они не согласны с тем, что творит Путин на сегодняшний день, да, они с этим не согласны, но что они могут делать? Ну, максимум, что-то по мелочи вредить внутри системы, каким-то образом не выполнять какие-то его приказы и решения, где-то саботаж, где-то чуть-чуть в сторону какие-то отклонения делать. Мне известно, например, что есть некоторые летчики, которые поднимаются в небо и осознанно, умышленно не атакуют те объекты, которые им приказывают атаковать. Где-то у них там поэтому бомбы сваливаются в поле под Волгоградом, где-то они просто куда-то в реку попадают, в море падают и так далее. Но, в общем, на этом все. Какого-то большого движения навстречу, к сожалению, пока, например, не возникло. И мне видится, что есть большая проблема. У нас несколько разных клубов по интересам, где каждый хотят слышать только самих себя, считают, что правда только у них истина, а в других они не видят ни силу, ни возможных единомышленников. И вот этого объединения, к сожалению, пока не происходит. И мне это очень печально. Вот у меня не случайно я какие-то примеры привожу, какие-то образы ставлю у себя в стримах и пытаюсь донести до людей. Потому что, ну, понятно, что большая часть всех нас, мы смотрели «Звездные войны», и вот здесь вот та самая аналогия. У нас есть с вами тот самый злой черный император, который строит и звезду смерти, который строит свою империю, который выстраивает тоталитарную систему на основе страха, репрессий, пыток, расправы с неугодными и так далее. И чтобы его победить, необходимо объединять огромные силы из разных стран мира, в том числе и внутри его системы должны быть те люди, которые будут помогать его останавливать. А у нас на сегодняшний день сформирована система, где есть внутри оппозиции несколько разных сил, которые между собой даже не способны договориться и объединить усилия. Есть отдельно силы в Украине, и мы понимаем, что там тоже все неоднородно с учетом происходящего на политическом Олимпе и вот тех последних там месяцев, когда я в паблике наблюдаю, где бывшие соратники, которые год назад были одной большой мощной командой, и у меня там челюсть отвисала, я смотрел и думал, какие они красавцы. Просто команда супергероев, которые на глазах всего изумленного мира справляются с огромной махиной и отстаивают свою страну. Мы понимаем, что там сейчас тоже какой-то определенный раздор пришел. И в общем, мысль моя такая более, знаете, миротворческая, в хорошем смысле этого слова. Мне кажется, что еще не все потеряно, и мне, пользуясь трибуной вашего большого популярного канала, куда в том числе и из Украины многие приходят, мне кажется, что здесь хотелось бы обратиться ко всем, и к тем, кто в Украине, и к тем, кто остался в России, и к тем, кто из России уехал в Европу и в США, мне кажется, что пришло время собирать камни. Хватит уже разбрасываться. Уже наступает период, когда необходимо объединение всеобщих усилий для того, чтобы мы все вне зависимости от формы глаз, носа, политических пристрастий объединились на основе противодействия конкретно путинскому режиму и борьбы за мир. Прекращение этой подлой, позорной войны. И с теми людьми, которые там внутри системы, с чего я начал, с ними тоже нужно вести диалог, а не подвергать астракизму тех людей, которые так или иначе пытаются с ними коммуницировать, обвиняя их в том, что якобы они являются агентами ФСБ, и так далее, и так далее. Нам необходимо брать, как все смотрели 17 мгновений весны, помните, Штирлиц рисовал карикатуры этих политических деятелей, они делали ставку, анализировали, с кем можно из гитлеровского окружения выстраивать какие-то определенные контакты для того, чтобы все это быстрее закончить. Нам здесь необходимо нарисовать все вот эти портреты около Путина, условно, топ-100. Необходимо с каждым из них начинать вести какой-то диалог об истории пост-Путина, чтобы они там не сидели, не дрожали вокруг него, что или нас всех завтра вздернут на дереве, или что-то нам там запенят, им же тоже как бы их прокачивают и внушают им страхи. Вот. Нужно выстраивать с ними определенные какие-то мосты с тем, чтобы сама система поняла, что можно и нужно прекращать эту войну и нужно быстрее заканчивать всю историю с диктатором Путиным. Понятно, что мы все те люди, которые занимаются независимым расследованием и кто разоблачают так или иначе грант-коррупцию, какие-то большие преступления режима Путина, я сейчас, если мы говорим там про нас, то это очевидные пыточные конвейеры, это преступления против человечности и человечества, с тем, что там происходит сейчас с тысячами украинцев в российских пыточных. Это все будет обязательно расследовано. И понятно, что мы являемся так или иначе для них врагами, оппонентами, при том, что нас в России и Роспропаганда пытается выставлять там предателями, иностранными агентами и так далее, и так далее. На самом деле они прекрасно понимают, что мы первые друзья России, но Россия свободная, которая хочет освободиться. А вот этот режим, который, конечно же, обречен и который будет в любом случае разоблачен при моей жизни, либо после, они нас воспринимают как врагов, они нас боятся, опасаются. Они очень опасаются того, что та реакция, которая началась в конце 2021 года, когда глубинный народ начал прозревать и узнавать о бесчеловечных методах, вот им нужно все это быстрее прекратить и закончить, чтобы мы молчали, и нас нужно либо убить, либо окарикатурить, либо убрать вообще из паблика, добиться там нашей отмены, и так далее, и так далее. Ну, мы идем мерно, мы работаем методично, и у нас есть определенный план публикации того, что мы готовим в декабре этого года и в начале следующего года. Обязательно это будем показывать и рассказывать. И еще раз подчеркну, да, это не секрет, большая часть того массива данных, которые мы получаем, мы, конечно, передаем тем официальным международным структурам, которые, я надеюсь, в результате будут судить и диктатора Путина, и его самое ближайшее окружение, которые повинны в гибели, в убийстве более 100 тысяч человек. Да, я буду говорить то, что знают точно и наверняка, то, что я слышал от целого ряда сотрудников ВСИН, и тех, кто сейчас еще остается в системе, и тех, кто уже покинул территорию России и дает показания, и того, что мне стало известно в результате опроса более нескольких десятков побывавших в плену в России украинцев, которых, к счастью, обменяли и вернули. Мне достоверно известно, что российские спецслужбы на системной основе склоняли к сотрудничеству в украинских пленных. Путем пыток, избиения, создания бесчеловечных условий создавалось сначала условие, ну, сформировались условия, чтобы человек надломился психологически и физически, а в последующем ему предлагали подписание некого, там, соглашения о сотрудничестве, об агентурной работе, и плавно человека подводили к тому, чтобы потом его появилась возможность на основе этих расписок шантажировать, что либо мы это там завтра уже тебя обменяют, и мы все это сольем с твоими рассказами в СБУ, каким-то, через какой-то канал, и тебя уже в Украине арестуют и так далее, там, за якобы, за госизмену, либо соглашайся, и давай будешь с нами. Контрразведка ФСБ работала очень мощно, они пытались формировать из тех, кто подлежит обмену, кого они готовы отправлять, хотя бы какое-то количество завербовать тех, кто потом уже внутри Украины будет им передавать информацию, вот их была цель, и плюс, да, они там пытались обращать в российское гражданство, большое количество людей, вот, примешь российский паспорт, перейдешь на нашу сторону, освободим, и будешь нам помогать и так далее. То есть, там была попытка из пленных сделать неких таких коллаборантов и предателей. Масштабно этого не получилось. Это не говорит о том, что не было каких-то единичных случаев. Вот, как вы говорите, упоминайте там батальон или уж там полк, но, очевидно, не полка, не даже батальона вот из... у них нет. Понятно, что еще раз, там, 5, 10, 15, 20 человек можно замучить и допытать из, там, нескольких тысяч, чтобы они согласились, искали, там, заяц-заяц, я там, или волк-волк, я только перестаньте меня, там, бить и пытать. Но какой-то масштаб, масштабная история с тем, чтобы люди, там, массово переходили под знамена диктатора Путина и предавали свою страну, этого нет. Они держатся, в основном, большая часть, героически. они действительно являются в полном смысле этого слова. Уж как бы там со всем уважением отношусь к российским политзаключенным и прекрасно понимаю, что каждому человеку, интеллигентному, оказавшемуся в российской тюрьме становится страшно и каждый, там, неправильный взгляд и застегнутые наручники уже кажутся, там, пытками. Невозможно сопоставить то, чему подвергают украинских пленных. И они действительно все, вне зависимости от того, кто из них сломался, кто из них не сломался, они все самые настоящие мученики. Это абсолютно библейская история. Людей бьют, пытают, всячески ломают, там, люди теряют в весе, там, десятки килограмм, теряют свое здоровье. Некоторые погибают от неоказания медицинской помощи, некоторых забивают до смерти. Они все мученики, украинские пленные. И вот то, что сейчас и на протяжении, с марта 2022 года с ними происходит в учреждениях ФСИН под контролем ФСБ и Минобороны, это международные преступления, которые обязательно должны расследовать офис прокурора международного уголовного суда и международный трибунал, и либо та, либо другая инстанция обязательно, я уверен, вынесут, там, со временем, в каком-то, там, недалеком будущем обвинительные акты и приговоры и вердикты в отношении вот всей этой иерархии от садистов, которые их били и пытали в этих военных концлагерях, а мы их уже вычислили более десяти учреждений, и вплоть до иерархии, кто отдавал приказы этому. Ну, понятно, что там руководство ФСИН, руководство ФСБ и Владимир Путин, который руководит этими двумя федеральными службами. Поэтому еще раз бьют, пытают, склоняют к сотрудничеству, но даже те, кто под пытками вынужден согласиться просто, чтобы сберечь свою жизнь, конечно, в любой момент, если им предоставится возможность, дадут в руки оружие, то они как только появится возможность, развернут его опять против тех, кто пришел с оккупацией, с агрессией на территории их страны. Поэтому и они даже тех, которых они склонили к сотрудничеству, они все равно понимают, что в любой момент они развернутся. Здесь другой вопрос. История, если мы говорим про коллаборантов, про предателей, это история, когда были, 2014-2015 год, когда от команды Януковича, те, кто входили туда в команду, те бежали, вот там история, да, там и некоторые офицеры СБУ переходили на службу под ФСБ, и вот история там с Беркутом и так далее. Вот это история тех годов и те действительно сейчас находятся в определенной орбите в российском силовом блоке и точечно использовались и используются именно по назначению ГРУ и ФСБ. в том числе в том числе то, о чем мы будем с вами наверняка говорить там в декабре этого года и точно однозначно в любом случае в феврале следующего года выйдет на большие экраны. Эта история как раз с созданием спецгруппы во время вторжения в Украину 24 февраля спецгруппа, которая должна была проникнуть в Киев и заняться убийством, обезглавливанием одной из самых главных структур в Киеве и как раз в нее входили вот два беркутсовца и два бывших офицера СБУ. Это отдельная история, скажем так, это уже на будущее. А вот истории сейчас с пленными пытаются, выкручивают им руки, мучают, но не могут их никаким образом системно сломать и речь идет про какие-то там мизерные проценты, которые за гранью статистической погрешности. То есть в целом они держатся молодцом и они мученики, еще раз подчеркну. Мы эти тогда действительно оставим на потом, хотя у меня слюнки потекли. Ну там беркутовцы и в основном там два вот этих СБУшника, предателей, которые были в той самой группе. Которые послали, которые пошли в Киев вместе с российскими колоннами и должны были ликвидировать свое бывшее начальство. Они должны были быть наводчиками. Там создавалась команда из высокопрофессиональных наемников, бывших и действующих офицеров российских спецслужб, в том числе те, которые были там с опытом боевых действий и в ЧВК Вагнер, и в ГРУ, и в силах специальных операций. И вот к ним как раз их было до 30. как раз это были по сути дела такие киллеры, которые должны были ворваться в одно из зданий одного из госорганов. Еще раз пока деталей и подробности раскрывать не буду. И должны были заняться реально в их понимании ликвидацией, в нашем с вами понимании, по-русски говорить, убийством всего руководящего состава этой украинской организации. Вот там среди них им было придано в последний момент им привезли двух бывших беркутовцев и двух бывших офицеров СБУ с тем, чтобы они по коридорам этого здания рядом с монастырем, рядом с набережной они водили и пальцем показывали, кто в каких кабинетах располагается и так далее. Понятно, что они располагали и разведданными, и плюс у них были вот эти два конкретных предателя, перебежчика, которые должны были помогать ликвидировать нынешнее руководство этой службы. Но, к счастью, этого не произошло и не произошло в первую очередь благодаря на самом деле подвигу украинской армии, которая буквально в 10-15 километрах остановила российскую армию и начала уже оттеснять обратно и освобождать захваченные территории. Это история, да, когда выйдет главный герой, который был одним из руководителей этой группы и когда он начнет рассказывать об этом, я думаю, что это будет сенсационно, это будет очень интересно. На данный момент уже по этой теме снимается документальный фильм и написана уже книга. Я думаю, что все это и будут уже даны показания международным прокурорам. Я думаю, что в дальнейшем на основе этих показаний будут новые ордеры на арест. Но тогда вот что я хотела спросить, потому что в последний раз, когда мы встречались, как раз вам попал в руки архив Вагнера в Африке и было еще видно, что он буквально за несколько часов до этого попал и было видно, что вы просто так верхушки посмотрели. И с тех пор, как я понимаю, вы его изучили несколько более глубоко, что вас поразило. И с тех пор мне позвонили следователи, которые занимаются международным расследованием и сказали, что приедут меня допрашивать и попросили меня добровольно и безвозмездно передать расследованию этот самый архив для изучения, потому что, насколько я понимаю, при том, что Уткина и Пригожно нет в живых, это вовсе не означает о том, что расследование должно быть прекращено. Поэтому, я думаю, что не за горами новые ордеры, вот конкретно по террористической организации ЧВК Вагнер, собрано огромный массив данных об их преступлениях на оккупированных территориях Украины. Нет никаких сомнений, что там международные преступления совершены и там, конечно, все правила ведения войны были нарушены там и вдоль и поперек. Поэтому, если коротко именно ответить прямо на ваш вопрос, у меня от вас секретов нет и от наших уважаемых зрителей и подписчиков, есть большой перечень наемников ЧВК Вагнер, дианонимизированных, с номерами жетонов, фамилиями, именами, отчествами, датами рождения, прописками и так далее, и так далее, с телефонами, контактами. Есть огромный массив данных по их перемещениям, какими самолетами, рейсами прилетали, улетали, через какие страны. Есть полностью вся история движения военной техники и солдат, на каких базах они располагались, как они распределялись и разъезжались различными штурмовыми отрядами в разные страны на Африканском континенте. И есть достаточно большой массив данных о том, через какие компании, в том числе через Мира Голд, самую известную из них, как генерировались денежные потоки и вот эти потоки золота для финансирования деятельности этой организации в Африке, в дальнейшем для распространения геополитического влияния Владимира Путина на этом континенте. И мы с вами видим, что при том, что и Уткина, и Пригожно нет в живых, там очень живые такие активные действия проходят в целом ряде стран, в том числе с участием тех, кто проходил спецподготовку на базах ЧВК Вагнер с привлечением офицеров и сил специальных операций и Главного управления Генштаба. Поэтому все это соединяется в одно вместе с получением описи материально-технической стороны с ВИН-кодами более 130 автомобилей, бронированных автомобилей, бронетранспортеров, с их внутренними ЧВК-шными номерами, с ВИН-кодами, с документацией, с сопоставлением их с журналами оперативных дежурных ЧВК Вагнер, с отделом кадров. Все это дает понимание, каким образом это все из России и в какие порты приходило, и каким образом это, кстати говоря, было завязано на Министерство обороны, и где совместно Миноборона России и ЧВК-Вагнер занимались подготовкой различных групп боевиков. Поэтому, в общем, если мы говорим про доказательную базу, то появились новые доказательства, которые прямо указывают на то, что ЧВК-Вагнер не была частной военной кампании. А это было такое специальное формирование. Но мы с вами уже это все знаем, но важно еще же доказать, потому что, в отличие от нас, от Ютуба, там люди, когда они уже пойдут в Международном Трибунале и Международном Уголовном Суде, самыми высокими и, возможно, даже избыточными, но нет, не избыточными, высокими и необходимыми высокими стандартами правосудия, там должна быть очень серьезная доказательная база. И для того, чтобы на глазах всего мира военных преступников судить без натягивания совы на глобус, и для того, чтобы отбиваться от нападок со стороны адвокатов дьявола, которых у Владимира Путина предостаточно, и которые уже готовятся к своей защите, при том, что он заранее там арестовывает заочно всех судей, прокуроров и так далее, которые имеют отношение к МУСу и объявляют их внутри России в федеральный розыск, и все это выглядит комично, и они там по этой части еще готовят конструкцию для того, чтобы потом всякий раз говорить, что вот у этого следователя, прокурора или судьи были какие-то основания, он не может судить объективно, потому что в нашей стране вот видите ли против него уголовные дела и так далее, давайте их всех отводить, давайте полностью все руководство МУСа отведем и давайте новых наберем. При этом, что они еще эти подлянки как бы готовят, конечно же, нам очень важно здесь помочь собрать воедино всю эту большую доказательную базу и помочь тем, чем мы можем. Мы, конечно, не подменяем собой ни одну разведслужбу мира и ни один следственный орган, но что можем мы делаем, и мне кажется, в некоторых случаях делаем мягко говоря, эффективно. По крайней мере, были планы до 7 октября создать некий украинский вариант Моссада израильского с тем, чтобы появилась такая суперразведка, которая будет находить врагов Украины в любой точке мира, показательно с ними расправляться с тем, что в общем наводить ужас на тех, кто, возможно, может принять участие в агрессии против Украины и очевидно, что такая задача поставлена и она планомерно реализуется и они в это вкладывают деньги, ресурсы, силы. Насколько возможно вообще перебрасывать какие-либо спецподразделения в Судан для того, чтобы там найти каких-то бывших вагнеровцев, чтобы, на мой взгляд, если бы был такой спецназ и была бы такая возможность хотя бы 5 вагнеровцев условно, которые действительно причастны к военным преступлениям, не закидать их гранатами и гранатометами, а взять их, арестовать и с тем, чтобы они там уколоть их условно снотворным каким-то усыпить и с тем, чтобы они уже очнулись в тюрьме в Гааге и у них был вариант сделки с правосудием и признательных показаний о том, что на самом деле они творили на оккупированных территориях, как они проводили зачистки и убивали мирное население, на мой взгляд, вот это была бы история гениальная, если бы здесь еще к международному расследованию подключились силы какого-то украинского МОСАДА и так далее. А если речь будет идти о том, что какую-то там часть членов Совета командиров ЧВК Вагдар где-то зачистят и убьют, но мне кажется, что если в этой части там, например, господин Буданов либо кто-то из украинских генералов поставил себе такую задачу, то я их вынужден огорчить, сказать, что они не первые, не последние в этой очереди, в очередь на ликвидацию целого ряда членов Совета командиров ЧВК Вагнер еще выстраиваются сейчас и Центры специального назначения ФСБ, Службы внешней разведки и сил специальных операций. Потому что понятно, что те, кто принимали участие в этом военном мятеже, они все будут так или иначе ликвидированы. Конечно, на всех участников Совета командиров ЧВК Вагнер у них эмбрайеров не хватит, которые падают с неба, я имею ввиду путинских силовиков, но так или иначе их будут закрывать, арестовывать, что-то будет случаться. Все, кто не присягнули сейчас на верность Путину в этих новых спецформированиях типа ЧВК Редут, опять же, которые там условно ЧВК, конвой, поток, РСБ групп, различных формирований внутри Росгвардии, отдельного полка, который формируется на базе тяжелого вооружения изъятого ЧВК Вагнера. Вот, помимо тех, все остальные, кто сохраняет свою независимость и приверженность вот некой той идеи Уткина-Пригожина, их всех будут зачищать. Вот, насколько здесь это целесообразно, их убийство вместо того, чтобы их задерживать, арестовывать и публично судить, на мой взгляд, здесь важнее было бы все-таки помочь международному правосудию и показать, что Украина, она на стороне мира, правосудия, на стороне демократии и закона. Отправить куда-то кого-то с тем, чтобы кого-то из гранатомета выстроить, ну, понятно, что у Украины как у государства есть большие бюджеты, особенно с помощью западных стран, и понятно, что можно организовать расстрелы, убийства кого-то из участников ЧВК Вагнер, насколько это соответствует духу, времени и тому образу, который есть сейчас у Украины, которая борется за свою независимость и за демократичное будущее, на мой взгляд, это не совсем по пути вот в этой истории, на мой взгляд, могу ошибаться? Владимир, погодите, вы сказали, что очередь есть, что есть до сих пор есть неблагонадежные вагнеровцы, у меня было такое ощущение, что они все или сверзились в этом самолете, или они принесли клятву и там перешли в ряду к Трошеву, если я не ошибаюсь, и так далее. Вы говорите, что есть еще большое количество вагнеровцев, которые не присягнули Путину? Да нет, конечно, в Эмбрайер, даже если бы мы с вами или там кто-то другой хотели бы поместить в один небольшой бизнес-джет всех тех командиров группировки Вагнер, которые принимали участие в военном мятеже 23-24 июня с захватом штаба Южного военного округа, с захватом целого ряда стратегических объектов на территории Ростовской области с продвижением и захватом в том числе одного из подразделений РВСН и 12-го ГУМО в Воронежской области. Нет, конечно, речь идет там о более чем ста конкретных профессиональных наемников, которые были командирами различных штурмовых отрядов и различных род, которые, конечно же, не были в этом самом эмбрайере и есть целый ряд тех, кто не смог встроиться и кого не взяли ни в Минобороны, ни в Росгвардию, ни на пушечный выстрел Мерзоянц и Соливанов их не возьмут в ЧВК редут по понятным причинам, которые пытаются найти свое место под солнцем сейчас и, конечно, они все в зоне риска и, конечно, они все со временем будут ликвидированы вот согласно той информации, которая есть у нас. Поэтому я не удивлюсь, что вот в этом году, в следующем году будут всплывать те или иные фамилии, те иные позывные, с которыми тут или там случились какие-то несчастные случаи. Поэтому здесь, если речь идет о том, чтобы гуру или каким-то другим спецподразделениям Украины находить их, на мой взгляд, здесь было бы разумнее их, используя оперативные возможности и возможности спецслужб и спецподразделений, их задерживать и доставлять их в тюрьму в ГААГе. Вот мне кажется, что здесь, если бы были объединены усилия украинских спецслужб и органов, которые проводят международное расследование, вот здесь была бы крутая победа, чтобы в оконцовке мы увидели новые ордеры, не только новые ордеры на арест лиц, причастных к военным преступлениям, но и реально, чтобы у нас в ГААГе, в камере, под видеокамерой вспышки мировых СМИ оказались военные преступники. Вот это было бы «Крутой победой». Во-первых, речь идет про группировку объемом более 10 тысяч человек, да, и часть из них стали бойцами, подписали контракты с Росгвардией. Кстати говоря, вот, по-моему, сегодня или вчера вечером британские интеллигентс-сервис, их аналитики опубликовали, что подразделение в Росгвардии возглавит Павел Пригожин, сын погибшего Евгения Пригожина. Я здесь хотел бы сказать, что у Павла Пригожина нету и не будет никакой возможности стать командиром какого-то большого подразделения в рамках Федеральной службы войск Национальной гвардии. Мы, конечно, видим чудеса на виражах, которые происходят с сыночком Кадырова и с тем, что, в принципе, там уже не нужно быть семипядей во лбу, чтобы получить звание академика и не надо быть героем, чтобы получить звание Героя России. Но, тем не менее, насколько я понимаю, это было сделано просто психологически с тем, чтобы какое-то количество бойцов и наемников, которые сохраняли личную лояльность семье Пригожинах, с тем, чтобы их как-то успокоить и умаслить, что вот Павел займет какую-то должность. Понятно, что он не не получит звание там ни майора, ни подполковника, ни полковника, а значит, соответственно, не сможет просто по внутреннему табелю о рангах, о должностных инструкциях, стать командиром полка, который формируется на основе того, что было изъято и передано в Росгвардию с ЧВК Вагнер и того личного состава, которые там пошли подписывать с ними соглашение. Соответственно, но в часть, как я уже говорил, уехала в так называемую ЧВК Редут и в другие подразделения, которые сейчас находятся в Африке, еще раз подчеркну, это РСБ Групп, и это там конвой и такие небольшие, у которых, по сути дела, названия нет, которые сейчас как африканский корпус озвучиваются. И есть несколько тысяч, которые сейчас, которых никуда не взяли, которые по спискам российских спецслужб проходят как неблагонадежные, и вот у нас сейчас буквально за последний месяц-полтора поток таких, которые на нас выходят с какими-то предложениями, они уже готовы и правду рассказывать, и интервью давать, и в каких-то провокациях участвовать внутри России. То есть это, в общем, конечно, скажем так, образовалось такое количество сброда по-русски, которые никому не нужны, которые опасны, и которые авантюрны, и которые ищут какого-то своего применения. Кстати говоря, вот здесь, в этой части очень такая благоприятная почва для вербовки украинскими спецслужбами вот этих вот персонажей, которые в России находятся, и которые были в ЧВК-Вагнер. В этой части, я думаю, что еще будет много разных интересных новостей в этом или в следующем году.